здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале дачные советы сегодня у нас 21 февраля и я сегодня провела очередной посев томатов высокорослых томатов для теплиц но это еще не все томаты я посеяла то есть в этом году я вот так вот частями сею почему рано так сеем потому что весна мне кажется уже приходит на урал сегодня у нас плюс 3 солнышко даже временами выглядывает и конечно хочется что-то уже посеять и и сейчас я расскажу что я посеяла сегодня часть томатов здесь у меня будет тестироваться а часть уже известные мне черная лакомка томат этот томат я буду тестировать я его ни разу не выращивала но отзывы очень хорошие это фирма поиск масса плода не очень меня устраивает 80 110 грамм но если и будет достаточно много то возможно я их буду и в дальнейшем выращивать это сорт высокорослый и говорят что он очень очень сладкий будем пробовать следующий томат также будет но и тестироваться летом двадцатого года это томат сара отзывы очень хорошие об этом томате он и вкусные урожайные по отзывам и он высокорослый то что я как раз и выращиваю в теплице также вот я его сегодня посеяла томат пинкуникум это томат я не первый раз выращиваю томат высокорослый это розово плодный томат очень вкусный урожайный устойчивых болезням в общем замечательный томат и какое бы лето ни было у нас на урале холодная либо жаркая этот томат всегда дает хороший урожай порадует нас хорошим урожаем затем томат сибирский медведь это сорт от русский огород фирмы очень хороший томат всем его рекомендую крупноплодный красный он даже такой знаете не красный малиновый цвет имеет очень яркий цвет мясистый урожайный очень вкусный и имеет очень маленькие семечки очень мелкие семечки не маленькие мелкие и также он устойчив к заболеваниям высокорослый крупноплодный еще один тестируемый гибрид пинк маргари два семечка посеяла здесь у меня осталось три семечка это подарила мне на новый год на прислала мне моя подписчица людмила травина спасибо людмила огромное вот я его уже сегодня посеяла будем пробовать будем тестировать затем томат сортовой бренди вайн розовый это тоже будет новинка для меня в этом сезоне в этом году я много тестирую томатов описание мне понравилось сказочный вкус высокий до двух метров средний вес 300 500 грамм у плодов и на нижних ветках до килограмма ну вот посмотрим что это за томат если он будет урожайные действительно вкусный и устойчив к заболеваниям то конечно я его буду выращивать и в дальнейшем вот у меня в сегодняшнем посеве только два гибрида которые я нет нет ни два еще ролик схема посеяла томат роликс но нет у меня пакета от него вот ролик спинк уникум и сибирский медведь это проверенные мною гибриды и сорта сибирский медведь это сорт у кого томат роликс обязательно тоже его рекомендую посеять у кого есть семена томата роликс очень урожайный очень вкусный не подводит ни в какое лето какое бы оно ни было вы всегда получите прекрасный урожай с этого томата ну а здесь у меня четыре новых томата сегодня бассейна посмотрим как они будут сходить обязательно вам все покажу сейла вот в различные видите в разные контейнера здесь у меня торф классман смешан с вермикулитом я решила что все-таки торф нужно смешивать с вермикулитом так как он очень быстро один торф пересыхает а вермикулит будет немного удерживать влагу в каком соотношении смешивала четыре части торфа и одна часть вермикулита также мне задали вопрос почему я не делаю вот в этих контейнерах отверстия и я вам сейчас скажу почему потому что я поливаю вдоль стеночек всегда рассаду я не поливаю вот прям по грунту прям возле стебельков возле стволиков этой рассады я поливаю вот по бортикам контейнера и когда поливаешь по бортикам то из отверстий вода вытекает а если отверстий нет то вода остается вниз в нижней части контейнера когда-то я делала отверстия слизала вот эти уголки и у меня вся вода вытекала и также я выставлять начиная в марте месяце рассаду на балкон у нас восточная сторона и когда есть отверстия в контейнере грунт очень быстро пересыхает и приходится очень часто поливать для того чтобы растения не страдали от недостатка влаги в почву поэтому я не делаю отверстия поливаю я всегда аккуратно никогда не заливаю поэтому вот так вот я и сею без отверстий мне кажется лучше вот так вот сеять в контейнера без отверстий поливать вдоль стеночек вот этого контейнера и рассада хорошо себя чувствует комфортно и мы не заливаем ее так как не поливаем полностью всю поверхность грунта стоят стволики у нас сухие черные ножки не бывает и в общем-то не пересыхает быстро грунт не пересыхает если вот мы сделали бы отверстие то может на балконе пересохнут быстро грунт вот ну на этом я ролик наверное буду заканчивать да и вот хотела еще отвечу наверное еще на один вопрос тоже задали вопрос по поводу того можно ли повесив тюль притянить немножко растения если вот допустим балкон выходит на южную сторону и целый день солнца да можно повесить тюль и таким образом вы защитите растения от перегрева и от ожогов солнечной очень хорошо будет если этот тюль будет с каким-то рисунком еще больше будет притянение или если вы повесите не вот так вот не так чтобы у вас полотно просто висело гладко а если вы его немножко призволите то есть это будет еще сильнее еще лучше притянять от солнышка вашу рассаду потому что перегрев рассаде тоже конечно не нужен а вообще тюль да он так же как укрывной тонкий материал он хорошо защищает от перегрева растений и от ожогов я на этом ролик заканчиваю всем до новых встреч пока пока